здравствуйте рубрика вопросы читать эколог психика мискупюр вопрос от василия как отличить хорошего психотерапевта от плохого здравствуйте василий довольно популярный вопрос давайте для примера приведу цитату из блога одного известного психотерапевта она писала сходить с ума надо правильного цитата и к сожалению вот такой позиции придерживаются очень многие в том числе и дипломированные психотерапевты почему так происходит давайте посмотрим насколько вот эта цитата очень применимо для медицины в целом вы приходите к терапевту и говорите то что вы заболели простуды и терапевт вам говорит что вы неправильно заболевали простудой обязательно снимите куртку когда пойдете по холоду а если подует ветер то еще и шарф снимите чтобы еще и горло продуло да вот тогда будет все правильно или коп когда угу приходите рассказывает как правильно заболеть геморрою на конечно же все это кажется абсурдом для обыкновенной медицины в том то же самое это и для психологии абсолютный абсурд почему так происходит у психотерапевтов потому что у них неправильно выбрана точка отсчета для их психоанализа есть такое понятие болезнен и психоанализа ли поOR психоанализ когда . отчеты становятся внутренние симптомы человека например есть у человека необоснованная агрессия и И относительно этого симптома он судит по всем окружающим. То есть, либо есть другом, это та же необоснованная агрессия, либо нет. И какая она? Конечно, объективного и полезного психоанализа с такой точкой отсчета невозможно. Ну, в противовес есть объективная точка отсчета АЧП от простейших проявлений психики, которые описаны еще в первой книге, в первых главах. Тоже солидный блок у психотерапевтов, причем там сразу несколько их коллектив. И они выставили фотографию, где одна из психотерапевтов показывала факт всей аудитории. То есть, неприличный знак. Конечно же, и так, что мы тоже люди. Ну, это на самом деле, конечно же, приступ необоснованной агрессии, потому что непонятно кому и непонятно зачем они показали и не смогли объяснить, хотя они называют себя психологами-психотерапевтами. Что же это значит? На самом деле, очень важно, чтобы психотерапевт справился со своими симптомами, прежде чем браться за другие. Иначе он все будет видеть через призму своих симптомов и никак больше. Для того, чтобы вам выбрать хорошего психотерапевта, вам необходимо будет вступить в жизненную битву, повысить свой собственный психоанализ и с этим уже психоанализом найти того психотерапевта, который вам понравится. Но это будет именно битва. Вот в книге «Озбука человеческой психики 1» там приведено в одной из последних глав, там приведены около 30 разделов психологии. Но вы встретите обязательно психотерапевтов, которые считают, что они монополизировали всю психологию и знают кое-как только раздел психофизиологии. Ну, конечно же, вы можете зайти на ТЭК-психфак и посмотреть, как они этому учатся, кто спит, кто говорит, что просто не обмануть и так далее. То есть вы сами можете посмотреть, и в итоге они, конечно же, просто путают манию величия с психоанализом. Это очень популярно в России. Рекомендации какие основные? Во-первых, смотреть, чтобы не было необоснованной агрессии и остальных симптомов, и открытой необоснованной агрессии, тем более замаскированной. Во-вторых, заранее разобраться, что за психотип у этого психотерапевта. Если он человек, то этот психотип есть в классификации АЧП. Там есть и очень хорошие психотипы, и очень плохие. Если этот психотип будет больной, или болезненный, или плохой, то, конечно же, максимально будут это скрывать. Как можно это вычислить заранее? Если он или она могут говорить о глубоких вопросах, связанных с человеческой психикой, например, используя классификацию АЧП, касаясь простейших симптомов, и при этом у них не переходит болезнь в открытую форму и не начинаются приступы необоснованной агрессии, это очень хороший показатель, один из наиболее объективных показателей, которые могут быть. Еще очень важный момент, чтобы не было такого настроя, что вот сейчас залезу в психику, и все там подкручу, и так далее. Прямо в психику лезть – это неправильно. Ну, и вы можете перед самим, уже перед консультацией, или перед приемом, поговорить с психотерапевтом, задать пару вопросов из книг АЧП, на которые вы знаете ответы, если он или она смогут ответить на них четко и без проблем. Понятно, то, возможно, это ваш психотерапевт, можно попробовать. Резюмируем. Чем выше у вас будет уровень собственного психоанализа, тем больше вероятность встретить по-настоящему про профессионала и, естественно, получить хороший эффект. Но по-настоящему профессионал у нас на самом деле единицы, а к тому же еще очень важна командная психотерапия. Ну, об этом уже читайте в книге АЧП-2. Всего хорошего, Василий, всем, кто смотрел это видео. Задавайте свои вопросы на сайте азбука человеческойпсихики.рф и сопутствующих ресурсах. И отличной вам психической грамотности. Субтитры создавал DimaTorzok